Приветствую вас. В первую очередь мне бы хотелось отметить Антон Александр, что у вас, ну вот судя по вашим словам, проблема была и раньше, до того как у вас началась половая жизнь. В том смысле, что вы были зависны от соответствующего контента. Вы срывались, то есть, ну не могли не делать этого, да, получается. А у этого есть свои причины. Свои основания. Почему вы вот... Отчего у вас были трудности с девушками, например, да? То есть, ну может быть такая вот достаточно поздняя у вас интимная жизнь, скажем так. Вот, и, соответственно, всем связанным то, что вы вот были так связи от просмотра. То есть, проблематика она в этом. Проблематика она в этом. На мой взгляд, здесь совершенно очевидно, что, поскольку проблематика была изначально, да, то вероятно вопрос секса, он... Раньше еще до того, как началась у вас полноценная половая жизнь и столь сильная активность ваша связана может быть только с... Ну, одним... Это с тем, что... У вас была высокая тревожность и... Скорее всего... Скорее всего... Древожность у вас есть до сих пор. То есть, вот, именно... Именно тревожность. То есть, что такое тревожность? Это... Ну... Напряжение. Напряженность. Ваша... Ваша... Постоянная... Ну, постоянно... Постоянная напряженность. По факту. Вот... Вот... И... Через... А... Самое удовлетворение и... Просмотра интимного контента. Вы... Эт самую тревожность... Снимали. Вот... Ну... Другой вопрос. Что... Тревожность тоже не возникла на ровном месте. И... Э... 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 Очень важно... Э... 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 Очень важно... Понимать... Э... 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 Тревожности в первую очередь необходимо отыскать и научиться снимать, грубо говоря, идею. Тревожности я имею ввиду. Дальше уже смотреть на то, что происходит с вами. Дальше. Я думаю, что вы вряд ли будете спорить со мной. Я надеюсь, что вы не будете спорить с тем, что предаёте сексу много. Достаточно. И мне кажется, что одна из проблем ваших заключается в том, именно, что через... секс вы пытаетесь восстановить некоторые свои представления о себе. В том числе представление о себе позитивное. То есть, такая вот связь значимая, что эта поперка самоутвердится. С другой стороны, описываемые вами проблемы в какой-то степени могут свидетельствовать и о том, что ваша жизнь может отличаться в некоторой степени... проблематикой экзистенциального кризиса, проблематикой отсутствия целей в жизни и выстраивания отношений с девушками, ну, вероятно, в большей степени на гендерных основаниях. То есть, по факту, сейчас девушка вам на полном серьёзе и вы её воспринимаете, опять же, всерьёз говорить. Вот, если у нас с собой не будет секса, причём одного вида только, да, то есть это вот некоторое такое неразнообразие, ограниченность, интимная сфера. То, всё, я этого терпеть не буду, я от тебя уйду. Нет, она, безусловно, может уйти, но... Проблема в том, что вы выстраиваете свои отношения с ней так, что это играет большую роль. Это важно, но здесь необходима гибкость, здесь необходим компромисс, здесь необходимо взаимоуважение друг к другу и важно что-то ещё помимо этого. То есть, вам здесь личностно вырасти и снизить значимость интимной сферы ровно до того уровня, который положен ей не больше, но и не меньше. Вот. Вот, в принципе, такой ответ можно вам дать. То есть, направлений у вас вот несколько. Это работа с глобальной тревожностью вашей, а именно наличие угрозы определённой, ну вот угрозы, которые чувствуете вы сами. Это уверенность в себе, повышение самооценки, работа со страхами определёнными, вероятно, тоже. И это вот, собственно, наполнение своей жизни более такими, ну, точнее, не наполнение даже, а добавление к своей жизни других ценностей. То есть, изменение своей жизни в форму более полной. И тогда всё у вас будет, в принципе, нормально. Вот. Безусловно, некоторые особенности у вас, вероятно, будут. Это тоже нужно принимать. Но всё, в принципе, всё, в принципе, решаемо. Опять же, понимаете, если основная цель любви — это секс, то это не любовь. Если основная цель отношений — это секс, то тоже не отношения. Люди могут заниматься сексом, безусловно. Они могут заниматься сексом и без отношений. Но, во-первых, не кажется, это может. А во-вторых, если и какая есть перспектива у подобного взаимодействия. Вот в чём, ну, такой достаточно серьёзный вопрос. Поэтому вы, Александр, вообще говоря, подумайте, какие отношения вы правите, чувствуете ли вы себя там, естественно. Потому что при том, что вы в целом неуверенный и тревожный достаточный человек, вы претендуете на роль, по факту, героя-любовника, на роль, в общем-то, достаточно искусного человека секса. А таким вы не являетесь. То есть вам нужно предъявлять к себе вполне адекватные требования. Вот. Рекомендации же по поводу того, как практически вот снизить напряжение, да. Ну, в принципе, в принципе, у вас прогресс есть. Я думаю, что все нормализуется, если вы будете вот в таком же ключе продолжать. Другое дело, что девочку оставлять неудовлетворенно не стоит. И может быть всё-таки имеет смысл поискать альтернативные способы удовлетворения её. Вот. Но, в целом, это исследование её тела, своего тела. Тело это просто вот привыкание к обнажённости, к своей обнажённости, к обнажённости вашей партнёрши. Вот это может быть просто нахождение рядом в обнажённом виде. Вот. И так далее. То есть это вот именно всё привыкание. Сейчас обнажение происходит только ради секса, причём даже не столько ради самого секса, сколько... именно полового акта, но секс это не только половый акт. Понимаете? Какая штука. Так же и вам, и ей необходимо исследовать своё тело, что возбуждает вас сильнее всего, что возбуждает её сильнее всего. Это точно нужно исследовать. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.